Простите, а вы кто? Мы? Мы петровские А-а-а, петровские! Петровские, петровские, петровские Очень приятно! Пожалуйста, петрушки Кормочку, возьмите виноградочку, может быть яблочко, возьмите яблочко Платят. Подожди. Вот ещё немножечко. Спасибо. Угощайся. Положи. Или что-то. Так вы Петровск. Мы Петровск. Вы, наверное, забыли. Сколько лет не виделись. О, мы давно лет не виделись. Иисуса пока нет. Должен подойти. Ну, пока можно... Мы помним, что у него день рождения. Но пока можно по маленькому... Ну, ладно, другая. Подарки приготовили? Конечно, у нас много подарков. И мы хотим обязательно поделиться теми подарками. Очень больно. Очень больно. Ну, там уже всё. Наград хорошо пошёл. Бери, дорогая. Ещё. 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 Перевери. Вкусный, вкусный. Не кормим дома ребёнка, да? Ты знаешь, что у нас в холодной Белоруссии... Ну, нет, ясно. Ну, мы же свои люди, понятное дело, что всё нормально. Это у вас, понимаешь, в декабре месяце там тепло? Не стесняйся, бери. Не стесняйся, бери. Дима. Дима, как мы. А вот после... Я понимаю, что одному среди такого количества женщин достаточно сложно. Достаточно сложно. Но, тем не менее, вот эти сложности, они, как бы, мне кажется, тебя только закаляют лучше. И ты там сложностей даже не видишь никаких. Вот. Тебя окружает столько любви и столько заботы, наверное, что выразить словами сможешь только ты. Ну, может быть, попытаюсь. Ну, может быть, попытаюсь. И это, наверное, самое замечательное. Это всё, наверное, всё начинается. Иисус отдал свою жизнь за нас. И мы в ответ, как те, кто не хочет оставаться в долгу ни у кого, мы сделали то же самое, и мы отдали ему в нашей жизни. И для меня это заключается в том, чтобы жить жизнью Христа и видеть Иисуса в других людях, во всех людях. Стараться видеть Христа. Вот. И... Катя, у меня к тебе вопрос будет. Ты меня постоянно практически на виду. А ты вот, как жена пастыря, как лидера музыкального служения, что можешь такого поведать, чего мы о нём ещё не знаем? Ну, не знаю. Хвалиться как-то не очень, ну, красиво. Но, знаете, я такого человека нигде не встречала ещё, как мой муж. И почему, скажу, потому что его сердце, оно умещает всех людей. И, знаете, меня это один раз подкупило, и до сих пор, ну, меня это удивляет, радует, и я его за это очень люблю. Я тоже такого, как его, с ним не встречала ещё. Ну, такого ещё поискать надо. Ты же правда считаешь себя папой Иисуса? Иисус. Нет, ну, тебе как порог ответить? Правду или честно? Ну, давай, может, всё-таки, Людей, давай честно. Честно? Я тебе там расскажу. Хорошо. Второе чудо, которое Иисус сделал в нашей жизни, это то, что Он нам дал с Катей друг друга. Вот она так что-то рассказала, на самом деле, это большое чудо, и это большая гармония, большая гармония в семье. И вот у нас появилась семья, да? Мы будем сразу всё рассказывать, а потом давать подарки, или будем сначала рассказывать и давать подарки. А это как тебе удобно? Тогда мы, знаете, хотим по ходу дела и подарки сразу преподносить. И, знаете, о спасении, на самом деле, много можно говорить. И я бы хотел, чтобы Софию, что... Софийка, споёшь песню о спасённой душе? Хорошо? Да? Или вы стихи сначала расскажете? Вообще-то, это третье чудо, я там всё перепутал. Третье чудо, которое есть в нашей жизни, это наши дети. Вот. И не будь мы во Христе, я не знаю, сколько бы было у нас детей, были бы они вообще. Вот. А поскольку мы во Христе, у нас такие замечательные дети. И, знаете, Бог дал нам детей, и мы тоже не хотим оставаться в долгу перед Ним. И мы хотим принести Ему спасённые, любящие сердца наших детей. И это, конечно, дело не одного дня. Но мы работаем в этом направлении и просим о Богом мудрости. Вот. И наши детки подготовили для вас и для Иисуса поздравления. Будьте снисходительны. Я позволяю всё рассказывать. Она очень готовилась. И самое главное, что эти слова действительно в её сердце. Это не то, что она взяла и выучила вот стихи, которые мама дала. А я просто хочу засвидетельствовать, какое для меня счастье, когда мой ребёнок, которому ещё не трёх лет, молится за меня каждый вечер, разлагает руки, благословляет по собственному желанию. И, знаете, это для меня такое счастье. Я уже вижу ответы на все мои сиденья дома бесконечные и на все мои жертвы. Вот. И поэтому это стихотворение она выучила. Ну, придётся мне рассказать. Поможешь? Страдают в мире люди. В сердцах темно и пусто. А мы с Иисусом любим. Нам хорошо с Иисусом. В собрании с малых лет мы, а в мир могли уйти бы. От всех детей за это спасителю спасибо. За то, что утешает, когда бывает грустно. Его любовь большая. Спасибо Иисусу. За добрый папу с мамой. За тёплый дом уютный. За день воскресный, славный. Спасибо Иисусу. Спасибо Иисусу. За молоко и кашу. За хлеб душистый, вкусный. И за здоровье наше. Спасибо Иисусу. Здорово. Мы хотели бы подарить вам песню. Винусин, ты посиди, хорошо. А, Софишка? Хорошо. Песня называется «Забытая мелодия». «Забытая мелодия», «Забытая мелодия». Забытая мелодия моя, небесная страна, детской мечты. Пойдёт туда спасённая душа, и высят самодушные мосты. Там такие души непорочные, там везде сады цветут восточные. Там клубится туман, 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 нет печали, ведь я там только волк мой. Я струны скрипки трогала несмело, Но, кажется, Господь был рядом со мной, И ночью в небе звёздочка горела, Напоминаю мне, что близок он. Как хорошо, что снится и ночами, Небесная страна, детской мечты. И ангел, то, что трогает руками, Не тронуты даже дождиком цветы. Там такие души непорочные, Там везде сады цветут восточные. Там клубится туман над водой, Нет печали и греха, там только волк мой. Такие души непорочные, Там везде сады цветут восточные. Там клубится туман над водой, Нет печали и греха, там только волк мой. Субтитры создавал DimaTorzok